Продолжение следует... 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 Но в Казани для этого были построены многочисленные объекты, были выделены колоссальные какие-то суммы из бюджета, и в принципе все прошло настолько на ура. И вот даже чего стоила церемония открытия, я просто не представляю, что будет делать Сочи для того, чтобы как-то превзойти ту церемонию открытия и ту церемонию закрытия, которая существовала у нас. И плюс настрой жителей, у которых просто улыбка, она не сходила с лица. Я вот уехал сразу после закрытия, может это у вас нужно спросить, как сейчас чувствуют себя казанцы после универсиады, вскрылись ли какие-то дефекты в дорогах, например, или пока еще нет. Ну, самое главное, что в Казани остались все эти объекты, а остался вот этот вот спортивный дух, когда все вдруг повально стали увлекаться какими-то видными спортами. Вот это, кстати, меня касается, потому что я один из многих людей, кто после 30 лет вдруг решил наверстать упущенный и начать заниматься спортом. В данный момент я участвую в проекте «Вышка» на Первом канале, это «Прыжки в воду», и, насколько я понял, вчера я вышел в финал. Финал состоится через неделю, в воскресенье. Поэтому смотрите в следующее воскресенье в 19.10 на Первом канале.